Сегодня у нас тема DMS ERP. Рассмотрим пример производства и возможности программы в целом для производства. Возможности DMS ERP для производства, конечно же, очень огромные, потому что эта программа в принципе предназначена для производства, поэтому там можно делать производство и как в простом варианте, так и в сложном. То есть ключевые цели процесса управления производством в программе, это, конечно же, ускорить качество обслуживания клиентов и делать производство без задержек, чтобы вовремя обеспечивались заказы клиентов на закупку. А также обеспечить эффективное расходование ресурсов, материалов, трудозатрат сотрудников, убрать, минимизировать простое производство. В общем, конечная цель для внедрения программы ERP и для управления производством, это, конечно же, оптимизация производственных процессов, снижение затрат, ускорение самих посредственных процессов. Учет производственных процессов может быть как простой, без заказов в программе, так и сложный. Программа предусматривает два уровня оперативного управления, межцеховой уровень, который позволяет управлять выполнением графика производства. Здесь исполнителями являются отдельные подразделения. Также внутрицеховой уровень есть управление, который позволяет сформировать график производства в отдельном подразделении, в какой-то зоне ответственности диспетчера или цеха или участка. Вот на рисунке представлена схема, как это все происходит в программе. А также в программе есть возможность создания ресурсных специфаций. Можно также создавать рабочие центры, то есть это такие некие части производственного процесса, которые нужны для производственных мощностей. Могут использоваться различные рабочие центры. Соответственно, это может также использоваться в ресурсных спецификациях. Что такое ресурсные спецификации? Это непосредственно спецификации для задания параметров самого производственного процесса, изготовления какой-то продукции или каких-то наших полупубликатов. То есть мы в спецификации задаем трудные затраты, затраты по материалам, время выполнения, этапы производства, в каких цехах это все производится. То есть это настройка, можно сказать, основная настройка выпуска продукции. Если мы используем подоказные методы производства, то у нас будут формироваться некие партии запуска производства продукции. И вот заказы у нас будут формировать такие партии, которые будут передаваться в диспетчерскую отделу производства. И разбиваться дальше по этапам согласно ресурсным спецификациям. И, соответственно, передаваться уже непосредственно к производству. И в программе также реализованы удобные рабочие места для управления производством. Это в частности управление очередью заказов. Там собираются все заказы к производству и можно ими управлять. Ну, то есть передавать их к производству, обеспечивать и что-либо делать с ними. И управление этапами производства. Также есть рабочее место, которое называется диспетчирование этапов. В этом рабочем месте можно отобрать этапы. Какие мы можем отправить в производство в первую очередь, какие во вторую, какие могут еще немножко подождать, какие уже присрочены. И, ну, то есть все остальное. Мы это еще рассмотрим. И вот переходим непосредственно к нашему примеру. Для примера я взяла производство мягкой мебели. У нас там используются два цеха. В одном мы непосредственно разрезаем детали и сшиваем. В другом собираем все произведенные детали вместе. Это производство по заказам и срок обеспечения около недели. И наша задача – это организация эффективного управления заказом и минимизация просрочки. Ну, то есть нам нужно как можно скорее выполнять заказы, чтобы клиенты наши не простаивали и не ругались на то, что мы задерживаем заказы. Итак, переходим тогда в программу. Видно ли программу? Напишите, что… напишите плюсик, есть ли их нужно. Рассмотрим сначала основные настройки. Хорошо, вижу плюсики. Основные настройки раздела производства, конечно же, находятся в разделе «Инселье администрирования» в одноименном в образделе «Инселье администрирования» производства. Здесь мы настраиваем параметры, которые у нас будут использоваться. То есть здесь можно настроить с планированием, планирование по материальным ресурсам производственным. У нас сейчас в примере будет использоваться беспланирование достаточно простой пример. Можно настроить контроль выполнения, контроль отгрузки. И тогда мы не сможем закрывать этапы, если у нас установлены эти галочки. Ну, например, если контроль отгрузки, то если неисполнено распоряжение на отгрузку, то мы не сможем закрыть этап. Также можно настроить обособление материала. Виды технологических операций можно ввести, если они у вас используются. Это технологические карты, дополнительные реквизиты в них можно вносить. Вот. Ну, в общем, вот это сейчас сделаны такие простые настройки для нашего примера. У нас используется беспланирование и используется производство. Дальше еще момент. Еще момент у нас номенклатура. У нас есть готовая продукция, которую мы будем производить. Вот здесь у нас есть вот такая номенклатура готовой продукции, которая у нас производится. У нас производство мебели. Вот мы производим, например, диван. У него используются характеристики. Он может быть с разными обивками. И характеристики – это разные цвета обивок. Ну, в общем-то, из особенностей это все. То есть это наша готовая продукция. У него вид на номенклатуре будет продукция. Соответственно, если у вас еще бухгалтерский учет ведется в программе, то настраиваются определенные группы финансового учета для учета этой продукции. Вот мы ввели нашу номенклатуру, продукцию, которую мы производим. И дальше мы как раз переходим к заполнению ресурсной спецификации для этого дивана. Переходим в раздел «Производство». У нас здесь есть справочные и присурсные спецификации. И здесь с помощью кнопки «Создать» нажимаем «Создать» и заполняем спецификацию на производство этого дивана. У меня она уже заполнена. Я вам ее сейчас покажу вот с самого начала. А, я вам еще не показала ЦК. Так, сейчас, секунду перед тем, как ресурсную спецификацию заполнять, нам нужно еще настроить ЦК. Они находятся в разделе НЦЕ «Администрирование», «Структура предприятия». И вот мое производство мебели. У меня есть основное подразделение. И у него несколько цехов. У меня вот столярный цех, где у меня идет распил и изготовление деталей. И участок сборки и упаковки, где у меня собирается уже непосредственно готовое изделие и упаковывается. И диспетчерская. Диспетчерская – это подразделение для диспетчирования. Настройки его выглядят следующим образом. Мы проставляем здесь, что это подразделение диспетчер, которое ответственно за выполнение заказов. Зачем это нужно? Подразделение диспетчер нам нужно в случае заказного производства для того, чтобы формировать на него заказы. То есть все заказы на производство первым делом будут попадать в подразделение диспетчер. А дальше уже вот это диспетчирующее подразделение будет передавать, диспетчер уже будет дальше формировать этапы и передавать в производство. Итак, у нас есть основное подразделение диспетчер. Оно у меня здесь в иерархии, но можно, например, вот это основное производство, верхнее по иерархии, тоже сделать диспетчером. То есть не обязательно создавать отдельную диспетчерскую вверху. У меня просто так создано. И вот два производственных подразделения, которые у меня используются в этом примере. Совершенно простые у них настройки. Просто настроено, что подразделение производит продукцию по заказам и без обособленного учета товара. То есть просто мы товары передаем по заказам и все. Так, и участок сборки и упаковки тоже с такими же настройками. Дальше после того, как мы настроили параметры производства МСИИ и администрирования, настроили структуру предприятия, ввели номенклатуру, которую мы будем производить. Вот после этого уже переходим к заполнению ресурсных спецификаций. У нас есть такая ресурсная спецификация. Вписываем сюда наименование и выбираем номенклатуру, по которой она будет производиться, и характеристику. То есть если у вас несколько характеристик, то соответственно у вас будет несколько спецификаций. Дальше на вкладке материалы и работы мы заполняем материалы, которые будут использоваться для производства этого дивана. Можно также работы. Работы у нас используются в основном, если мы передаем на сторону. Например, какой-то этап производства у нас передан на сторону. И на вкладке трудозатраты мы проставляем количество трудозатрат, которые потребуются нашим сотрудникам, сотрудникам производства для того, чтобы произвести этот деталь. На вкладке производственный процесс как раз мы здесь заполняем этапы. У меня вот два этапа. Первый этап это производство непосредственно деталей и дивана, и второй это его сборка. И соответственно в первом этапе, как начальный этап, это у нас номер один, и мы здесь представляем номер следующего этапа, номер два. Представляем длительность этапа, в каком подразделении этот этап происходит. Можно заполнить маршрутную карту, вот здесь пример простой. Следующий этап – конечный сборка. Этапов, конечно же, может быть много, это все зависит от вашего цифра производства. И в конечном, чтобы этап стал конечным, номер следующего этапа у нас будет вольт. Вот, также представляем здесь длительность и все остальные параметры. Итак, у нас два этапа. Вот все, наша ресурсная спецификация заполнена. Для того, чтобы мы могли выбирать ее в заказах, мы устанавливаем ей статус. Установить статус. Сначала, когда мы только-только создаем спецификацию, у нее статус будет по разработке. Для того, чтобы мы могли ее пользоваться, нам нужно установить статус действует. А также мы можем установить, что она основная для этой номенклатуры. Назначить основной. Тогда она автоматически будет подтягиваться во все заказы. Если же у вас для одной продукции несколько спецификаций разных, такое тоже бывает, в этом случае тогда вы не назначать ни одну, но основной, и выбирать спецификацию в заказе вручную. Но если вы назначите ее основной, то тогда по умолчанию не нужно будет ничего выбирать. Дальше как происходит обычно. Дальше у нас идет заказ непосредственно на производство. В разделе производство есть справочник заказа на производство. И как можно создать документ заказ на производство. Он может быть создан вручную, непосредственно из справочника заказа на производство. И заполнен с нуля, так сказать. То есть здесь вот есть создать, и мы создаем новый. Также может быть он создан по плану, по потребностям. Если у нас есть планирование производства, то мы можем создавать заказы по плану. Можем, если у нас есть некие потребности, там где-то зарезервированы с отдела продаж, то мы можем тогда создавать заказы по потребностям. В данном примере мы создадим заказ на производство на основании заказа клиента. Так тоже можно. Вот у нас заказы клиентов. К нам пришел клиент и просит у нас диван. Так, сейчас я не буду его создавать сначала, потому что у меня здесь есть уже созданный вот этот. Возьмем заказ. У нас клиент заказал диван. Он заказал у нас диван. Мы провели заказ. И после этого можем создать на основании с помощью кнопки и заказа. Можем создать заказ на производство. Создаем. Подразделение диспетчер. Выбираем это наша диспетчерская цеха, диспетчерское производство мягкой мебели. Направление деятельности, если ведется учет по направлениям деятельности. И на вкладке под продукция мы видим, что у нас все заполнилось из заказа покупателей. И в том числе подтянулась спецификация непосредственно. Дальше мы можем установить дату начала этого заказа и дату выпуска этого заказа. Но нам, например, нужно, чтобы 20 июля было выпущено изделие. На вкладке дополнительно устанавливается подход деятельности закупать заказ. Это опять же подтягивается из заказа клиента. Изначально заказ на производство создается в статусе «Формируется». Дальше мы рассмотрим, как нам поменять эти статусы. Мы не будем сейчас их менять. Сейчас мы просто создаем заказ. И, например, нам нужно, чтобы наш заказ взяли в производство в первую очередь. Поэтому мы установим для него высокий приоритет. Итак, провести и закрыть. Заказ у нас создан. Дальше он попадает в диспетчеру в разделе производства, в рабочем месте управления очередью заказа. Вот здесь мы его видим. Вот он создан. Он создается датой заказа клиента. Но мы видим, что дата выпуска у нас... А, сейчас, секунду. Я вас путаю, извините. В разделе «Заказы». Прошу прощения. Для того, чтобы заказ попал в диспетчеру, необходимо как раз-таки установить ему статус производства. Для этого мы можем это сделать из списка заказов. Здесь выделить его, нажать... Ну, выделяем его в списке, нажимаем «Действие» и «Передать в производство». То есть у нас здесь может быть несколько заказов. Мы можем выбрать с помощью... зажать «Контрол» и выбрать несколько заказов, а можем выбрать только один. Или, например, мы его можем открыть и прямо из него поменять статус производства. Вот мы поменяли. Вот теперь он попадает в диспетчер. Он попадает в самый верх списка, как высокий приоритет. Ну, также здесь можно настроить цвета, например, настраиваются в списке. Либо, допустим, можно сделать отбор по приоритету. То есть диспетчер, когда приходит на работу и открывает свое рабочее место, он может сначала обработать заказы с высоким приоритетом, а потом уже перейти ко всем остальным. Итак, вот у нас заказ. В рабочем месте управления очередью заказов в производство мы можем увидеть состояние заказа. Вот здесь с помощью соответствующих столбцов. Например, состояние выполнения этапов заказа. У нас сейчас иконка у этого заказа, что этапы не сформированы. Вот такая, что этому заказу требуется сформировать этапы. Также есть колонка состояния обеспечения заказов, обеспечения материалами и состояние выпуска продукции. Так, диспетчер формирует сначала этапы. Для этого он выделяет нужные заказы и нажимает «Действие» сформировать этапы производства. Программа запрашивает заполнить обеспечение и отгрузку у папы. Выбираем «К обеспечению» и этапы у нас формируются. Для того, чтобы посмотреть этапы, мы можем открыть рабочее место в разделе «Производство» и диспетчирование этапов, а также в это рабочее место можно перейти прямо отсюда. Вот здесь есть кнопка «Диспетчирование этапов». Переходим сюда, и вот наши этапы. Видим наши сформированные этапы. Здесь у нас стоит отбор по заказу. Здесь можно сделать отборы, например, по диспетчеру, по подразделению диспетчера, по подразделению, по статусу, по запуску и по заказу. Если мы уберем отбор по заказу, то у нас будут все этапы. Вот наш этап, который сформировался, он требует уточнения. Что это может быть? Открываем его. Здесь у нас не заполнился склад. Выбираем тот склад, с которого мы получаем материалы. Сейчас я его заполню, и мы продолжим работу. Итак, у нас два этапа сформировались. То есть они оба в статусе формируются для начала. Они сначала в статусе либо сформирован, либо формируются. Формируются – это когда нужно какое-то уточнение. Мы вот это уточнение внесли. То есть здесь может быть что еще? Дату отгрузки может быть нужно заполнить или что-то еще. Для того, чтобы продолжить работу с этапами, переводим его в статус «сформирован». Это также можно сделать, выбрав несколько этапов автоматически. Вот. Итак, у нас первый этап, он сформирован и готов к выполнению. Дальше нам нужно передать этапы производства в заказах производства. И вот, например, диспетчер открывает рабочее место диспетчирования этапов. Для того, чтобы ему понимать, какой этап нужно выполнять первым делом, я здесь вывела колонку с датой начала. Для этого эта колонка поможет диспетчеру понять, какие этапы нужно взять первоочередную работу. Эту колонку можно вывести с помощью команды «изменить форму». Через кнопочку «Еще» «изменить форму». И здесь можно добавить дату начала, например, этапа. И добавить еще какие-то поля, которые вам нужно смотреть, которые вам нужны для вашей работы. Итак, мы видим, что нам нужно первым делом вот этот. У нас все остальные этапы завершены. А здесь у нас есть два этапа, которые уже, можно сказать, один просроченный, но мы его не рассматриваем. И вот наш этап по нашему выходу. Итак, мы переводим его к выполнению, передать к выполнению. Это тоже можно сделать через вкладку «Действие» или же из самого этапа. Вот, можно сделать с помощью изменения статуса в самом этапе, можно через рабочее место. И также отметить можно, что он начат. Это тоже можно сделать из рабочего места, а можно сделать и с этапом. Итак, у нас первый этап начат. Дальше он передан на производство, уже непосредственно собирается наш диван, производится. И после этого, как он произвелся, мы устанавливаем этому этапу статус, что он выполнен. То есть выполнено, что произведена одна штука товара и галочка «Завершен». Устанавливаем. Если по какой-то причине произошла задержка, то мы можем здесь установить эту причину задержки. Ну, например, у нас задержки нет. Еще важный момент, что нам нужно поставить трудозатраты, выбрать исполнителя, да, кто производил. Согласно ресурсной спецификации, мы заполняли консплату, как без затраты. И у нас есть, в этом этапе были произведены некие работы. Нам нужно просто поставить исполнителя, для того, чтобы в дальнейшем ему рассчиталась зарплата. Ну, мы заполняем бригаду, там несколько человек у нас работали. Следующий, после того, как мы завершили первый этап, второй этап у нас стал готов к выполнению. И мы также его можем передать к выполнению из рабочего места. Потом также можем отметить начало выполнения, что он начнет. И отметить его выполнение. Установить ему статус для дешевых шагов и то, что у нас все у нас собрано. В этом рабочем месте еще вот хочу отметить, что можно сделать отборы не только сверху, но и вот здесь галочками отобрать те этапы, которые, например, ожидают завершения или требуют обеспечения. То есть настроить это рабочее место очень удобное для работы с этапами производства. Итак, после того, как все этапы завершены, нам нужно создать приходование готовой продукции на склад. Это можно сделать также из последнего этапа, а можно сделать из рабочего места передачу выпущенной продукции. То есть нам, для того, чтобы наша выпущенная продукция появилась у нас на складе, нужно сделать документ передачи выпущенной продукции. Его можно сделать из этого рабочего места, а также можно сделать из раздела производства документы производства все. И также, по-моему, еще в платформе учете тоже есть. Итак, создаем передачу выпущенной продукции. И вот наш диван перемещается у нас в склад готовой продукции, и он у нас появится. Только после этого мы можем отгородить его непосредственно клиенту. Для этого на основании заказа клиента создаем реализацию товара-прукта. Сейчас он у меня поругался, что нет, он у нас в складе. Сейчас, секунду. Это уже раздел продажи, не совсем относится к производству, я просто хочу показать полную цепочку до продажи. На основании заказа клиента мы делаем реализацию товара-прукта, производим. И записываем счет факту. Вот на основании заказа клиента создался документ реализации, дальше он уже пойдет на отгрузку. Мы его просто проводим. И оформляем счет факту. Вот, в общем-то, такая цепочка производства на достаточно простом примере. Дальше мы можем посмотреть некоторые отчеты, которые используются на производстве, например, в разделе производства, раздел отчеты по производству. У нас здесь есть достаточно много различных отчетов, например, это выпуск продукции. И мы можем посмотреть, сколько какой продукции мы выпускаем. Какие еще могут отчеты использоваться в основном? Движение КМЦ и затрат в производстве по организациям. Ну, в общем, чаще всего используются вот эти движения затрат, плановая себестоимость, дерево себестоимости, анализ себестоимости выпущенной продукции. Единственный момент, что в программе 1С ERP себестоимость мы, к сожалению, не можем увидеть до закрытия месяца. Для того, чтобы сформировать себестоимость выпущенной продукции, нам нужно, вот видите, она у меня не сформировалась. Вот мы сейчас произвели, и по отчету мы не видим себестоимость, потому что у нас не закрыт месяц. Для того, чтобы закрыть период, это уже производит отделка нацового учета, закрытие месяца, это регламентные операции по закрытию месяца. Для того, чтобы их произвести, они делаются в конце месяца. Есть регламентные операции расчет себестоимости промежуточный, но он возможен только если у нас выбрана учет материалов последний. Промежуточный только последний, да. Если у нас по ФИПа и акционный учет, то тогда в этом случае промежуточные регламентные операции невозможно получить. Итак, мы используем вот такие отчеты, анализ себестоимости, и также в разделе продажи, в отчетах по продажам, тоже есть отчеты по себестоимости. Например, это валовая прибыль предприятия, чаще всего менеджеры по продажам, ее смотрят. Но здесь также до закрытия месяца мы, к сожалению, себестоимость не увидим. Бывает такое, что в программе ERP можно настроить расчет себестоимости промежуточный отчетом, либо сделать дополнительную обработку. она не очень сложная. В целом, давайте сейчас поотвечаем на ваши вопросы, потому что по программе все. То есть я рассказала вам небольшой пример, достаточно простой, по производству в программе 1S ERP. А, так, вот, вопросы. Какая версия конфигурации ERP? Сейчас я вам покажу. Это 2, 2.4.11.106. Насколько я знаю, не совсем последняя, но это демо. Демо-база обычная, контактная. Так, каким образом настраивается производство услуги? Производство услуги, смотря что вы имеете в виду, если это у вас просто услуга, в которую, ну, например, там, я не знаю, услуги юридические, да, то это можно делать без производства, да, просто документом продажи, реализации услуги производящих активов производить. Это также можно через заказы клиентов. Если же это какие-то работы, прямо, которые вы выполняете, там, например, работа, там, монтажу оборудования, где вам нужно посчитать трудозатраты, где нужно, также могут использовать какие-то материалы в этой работе, да, то здесь, в принципе, она настраивается так же аналогично, как и для готовой продукции, но для этого здесь номенклатура у вас должна быть с видом работы. Сейчас я покажу. Вот работы у меня здесь есть. В программе ERP используется несколько видов номенклатур. Это могут быть товары, могут быть комплекты, наборы, и в том числе и работы. Вот работа, это как раз и есть такая номенклатура, на которую мы можем использовать, под которой мы можем посчитать себе стоимость. Вот, надеюсь, я понятно выразилась, что у меня сегодня немножко хорошо с языком. Дальше. Если этапы выполняются разными подразделениями, то передачу к выполнению делает диспетчер, может делать ответственный, то есть тот, кто в этом подразделении ответственный за передачу к выполнению. Например, первично, изначально этапы может формировать диспетчер из своего рабочего места, а в дальнейшем уже мастер произвел, ставит галочку завершен, следующий этап переходит в статус готов к выполнению, и следующий мастер уже может брать его в работу. Нужно ли между этапами делать передачу выпущенной продукции из одной цеховой кладовой в цеховую кладовую другого подразделения? Ну, это все тоже зависит от настроек, обычно не нужно, если у вас такие простые настройки, то нет, не нужно, вот как видите, в моем случае все вполне произвелось и выпустилось. Но опять же, смотрите, если у вас настройки производства настроены жестко, там контролировать количество, и все эти галочки проставлены, то может быть такое, что вам нужно будет делать передачу выпущенной продукции из одного, после одного этапа, между этапами, как используются маршрутные листы, и как они используются в производстве. Да, маршрутные листы в программе ERP есть возможность использования также маршрутных листов, в этом примере мы просто не рассматривали, сейчас вам их покажу. тоже в разделе производства здесь есть справочник маршрутной карты, и, собственно, с помощью этих карт мы можем настроить детализацию этапов производственного процесса вплоть до каких-то мелких технологических операций. Вот. И вы здесь их создаете, если они используются у вас в этапах производства, то, соответственно, этапы будут уже использованы в этих маршрутных картах. Сейчас вам попробую показать ту, которая есть в программе. маршрутные мы можем в общем-то сначала настроить маршрутные карты, а потом уже на основании этих маршрутных карт формировать ресурсные спецификации. То есть, вот, например, у нас есть маршрутная карта, и здесь у нас расписано по операции резко, потом выпиливание, сборка, что-то еще. мы это можем все расписать и объединить уже какие-то этапы с помощью ресурсной спецификации. Возможно ли из нескольких заказов клиента создать одно задание на производство, один заказ на производство? Ну, смотрите, если мы посмотрим заказы на производство, вот здесь у нас есть основание, то есть, в принципе, у нас создается один заказ производства на основании одного заказа клиента. Мы можем в заказах клиента установить резервирование продукции, которую мы должны продать, да, и создать заказ на производство на основании потребностей. Тогда у нас все эти потребности туда войдут, все наши, вся готовая продукция, которую нам нужно продать, она войдет в этот заказ на производство. А так, чтобы прямо непосредственно связку настроить, ну, вот, ну, такого нет, не смотрим. как будет рассчитываться себестоимость услуги? Это не работа, это услуга. Смотрите, по услугам это немножко другое. Вот у нас в разделе продажи мы можем продавать, я делала реализацию товаров и услуг, но как раз-таки вот в реализации товаров и услуг там мы выбираем номенклатуру. И номенклатура в этом случае как раз если мы делаем реализацию товаров и услуг, тогда себестоимость будут включаться себестоимость этой реализации будут включаться либо материалы, которые мы использовали на производство, себестоимость готовой продукции, либо стоимость закупки товаров, которые мы перепродаем у поставщика, это все будет включаться, если мы продаем какую-то товар или готовую продукцию с помощью документа реализации товаров и услуг. Если же у нас просто услуга, то здесь цель собрать ее продавать с помощью документа реализации услуг и прочих активов. И здесь, когда мы делаем реализацию услуг и прочих активов, также здесь выбираем клиента-контрагента, может она быть создана на основании заказа покупателя, конечно же. И здесь на вкладке «Выручка дохода» мы заполняем, допустим, юридические услуги, стоимости, статьи доходов. А вот на вкладке «Себестоимость расхода» здесь как раз мы можем вручную добавить те расходы, которые у нас произведены в связи с этой услугой. Как правило, расходы услугей – это какие-то трудозатраты сотрудников. Вот. Этот документ отличается от реализации товаров и услуг тем, что здесь мы не выбираем номенклатуру. Здесь мы заполняем статьи доходов, расходов, аналитику, и себестоимость мы подтягиваем уже сюда. То есть себестоимость подтягиваем с помощью определенной статьи расходов. Если по материалам ведется серийный учет, спецификация должна создаваться на каждую серию? Нет, спецификация. Вы имеете в виду ресурсная спецификация? Нет, мы ее создаем на номенклатуру. Если у нас ведется по характеристикам учет, если у нас, например, производство мебели и с разными объектами, тогда у нас будет с разными объектами. Но опять же, там нужно сделать замен. Если у нас серийный учет, например, там сроки годности, мы выпускаем, допустим, хлеб печен, да, и у нас каждая губка имеет два дня срок годности. Это серийный учет. В этом случае нет. В этом случае мы делаем одну спецификацию на одну номенклатуру. А серии у нас устанавливаются уже непосредственно в выпуске готовой продукции. Можно ли использовать маршрутную карту при производстве услуги, когда в ее производстве участвуют разные подразделения компании? Услуга потребляет некоторое количество материальных ресурсов, трудовых, затраты на потребление услуг сторонних компаний, которые рассчитываются в связке с партией, относительно которой оказывается услуга. А в этом случае я вам рекомендую услуги продавать как, ну, то есть в программе завести их как работы. И тогда вы сможете использовать маршрутные карты и в себестоимости этих работ включать и трудовые затраты, и затраты на посторонние, на услуги сторонних организаций. То есть продавать их не с помощью продажи услуг и прочих активов, а именно непосредственно как стандартную реализацию делать. Если заказ на производство через потребности, то в заказах клиента в связанных документах будут отражаться созданный заказ клиента. Как можно отследить, что заказы клиента, где продукция в резерве, были запущены в производство? Как можно это открыть? Ну, это... Так, сейчас посмотрим. Отчеты по продажам можно посмотреть... Нет, отчеты по продажам, скорее всего, есть, у кого нет. Отчеты производства. Вот, и здесь есть отчет партии производства. И, соответственно, он нам как раз покажет, какие у нас партии запущены в производство, в каком подразделении, на каком этапе находится их выполнение, и есть ли задержки по этапам. Вот, например, вот этим отчетом можно смотреть отчет партии производства. Вот у нас тут видно, что какое-то наше изделие всего выполнено на 50% и уже просрочена, просрочена из-за задачи. Есть ли типовая форма маршрутной карты? Можно ли ее распечатать отдельно или только из этапа производства? Маршрутная карта... Ну, сейчас, по-моему, перечень типовых форм. Вот отсюда ее прямо нет. Да, и самой маршрутной карты мы ее распечатать не можем. Ну, в принципе, мы можем вот так вот схему операций распечатать, схему маршрутной карты, согласно вот этому отчету. Что еще можем сделать? Ну, можем, конечно, ресурсную специфацию распечатать. Тоже через отчет. Вот, например, через дерево спецификации можно распечатать. Такое дерево спецификации, здесь видно, что куда у нас идет. То есть все-таки, то есть типовой формы печатной... Можно ли пользоваться спецификацией для калькулирования себестоимости услуги? Если у вас услуга как работа, то тогда да. Да, вы тогда в спецификации выбираете... Вот у вас спецификация, и здесь вы номенкатуру выберете вашу работу. И можете заполнить материалы работы, которые для нее нужны, а то есть затраты, и все это можно заполнить. Можно ли использовать одну маршрутную карту или одну ресурсную спецификацию для нескольких номенклатур? Нет, нет, нельзя. Потому что у нас ресурсная спецификация – это такой индивидуальный документ. То есть это как рецепт какого-то блюда. В ней мы задаем, что у нас получается на выходе. То есть мы можем здесь, конечно, настроить, что мы можем менять. Мы можем создать из материалов, добавить, что у нас используются такие-то и такие-то материалы. Но у нас есть... Сейчас, прошу прощения. У нас есть здесь возможность установить разрешение на замену материала. И, например, настроить аналоги. То есть если у нас используется... Ну, например, мы производим какое-то блюдо, и у нас используется в нем сметана 20%, то мы можем в разрешении на замену материалов установить, что аналог этого продукта – это сметана 15%. В случае, если нет на складе, то использовать то, что есть – аналог. Но это что касается наполнения внутреннего материала и работ, которые используются для создания этой готовой продукции. Конечно же, для каждой готовой продукции у нас будет отдельная ресурсная спецификация. Превышение сверх норм указанных спецификаций для работы, как будут распределяться на себестоимость. Они будут также относиться к себестоимости выпущенной готовой продукции. То, что мы сверхнов потратили. То, что мы потратили сверх нор, это мы будем указывать непосредственно... Так, в этапе на производство. Вот к нам пришел этап, и, допустим, по спецификации нам ничего не нужно, а мы потратили, что-то порвалось, мы там поменяли. То, что мы здесь добавляем ту номенклатуру, те товары или работы, которые мы дополнительно использовали. И, конечно же, они будут включаться в себестоимость. Как они будут непосредственно распределяться на себестоимость, это вы уже зададите с помощью... Вот в этапе вы зададитесь с помощью статьи калькуляции. Здесь мы выбираем статью калькуляции. Мы можем ее создавать новую, можем выбирать из списка ту, которую есть. То есть это зависит от вашей учетной политики. Например, у вас в организации учетная политика такая, что если что-то тратится сверх ресурсной спецификации, то оно относится на статью дополнительные расходы. Соответственно, здесь у вас будет статья калькуляции дополнительные расходы. И в отчетах у вас будет как дополнительные. А общие цеховые расходы в ресурсной спецификации как-то можно указывать? Так. Общие цеховые вы имеете в виду, например, аренда электричества. Нет, это дополнительные расходы. То есть общие цеховые, которые мы не можем конкретно отнести к конкретному изделию. Что вот если мы когда производим конкретное изделие, мы на него точно знаем, какие мы материалы взяли, какие работы мы в связи с ним выполнили. Но у нас есть какие-то общие расходы, в частности, аренда или электричество, то же самое. Это будут уже дополнительные затраты, которые будут распределяться непосредственно при закрытии месяца. То есть мы их внесем отдельно. Они будут отдельными поступлениями товаров в услуг или поступлениями в услуг и прочих активов внесены. Либо же это будет зарплата, например, дополнительная зарплата диспетчера, которую мы тоже здесь в программе настроим так, чтобы она распределялась на себестоимость. Это все зависит также от учетной политики. Кто-то списывает общей суммой, кто-то хочет по номенклатурным группам только распределить, а кому-то нужна декоризация до конкретной готовой продукции. То есть общие цеховые расходы в ресурсной спецификации не указываются. Если возникает услуга сторонних организаций на выполнение работы, не указанная спецификацией, ее необходимо относить вручную, она ляжет на себестоимость как прямая. Услуга сторонних организаций, которые не указаны на спецификации, вы ее внесете в программу, но, скорее всего, опять же тоже все зависит от статьи, настройки, от настройки статьи затрат. Если вы там настроите, что она как прямая и распределяется на продукцию, тогда она распределится на продукцию. Если же вы настроите статьи затрат, что это просто общепроизводственные расходы, то она на общий выпуск распределится. То есть она у вас будет внесена как закупка в разделе закупки, документом приобретения услуг и прочих активов, и вы здесь выбираете в нем статью затрат. Можно сделать статью затрат аналогично транспортным расходом и распределять им, как вот у нас транспортные расходы распределяются на доставку товаров, например. Это самая частная ситуация, когда у нас есть какие-то дополнительные расходы, связанные, например, с доставкой товаров. И в этом случае мы делаем приобретение услуг и прочих активов, создаем и выбираем соответствующую статью затрат. В этом документе приобретение услуг и прочих активов мы выбираем статью расходов активов. И все будет зависеть от того, как вы настроили эту статью. Если попробуем идти в транспортные... Вот, например, статья транспортные услуги. Например, статья транспортные услуги. Ну вот, смотрите, да, когда вы настраиваете статью расходов, здесь вы настраиваете тип расходов. Сейчас я создам новую, чтобы вам наглядно показать. Когда вы создаете статью расходов, здесь вы настраиваете, что это за тип расходов, там, например, на складхоохранения, или это производственные, или прочие. И устанавливаете правила распределения. То есть либо списываете на финансовый результат, либо распределяете вручную, либо, например, если выбрали вы, что это производственные расходы, то здесь у вас появляются варианты отразительно-производственных затратов. Еще, ну, если вы выбрали, например, прочие, то у вас тут будет либо списать на финансовый результат, либо распределить вручную. Вы можете поставить распределить вручную и задавать вручную документ, на который они будут распределяться. Вот, то есть дополнительные расходы, это все зависит от настроек, какие затраты, и вашей учетной политики. Как настроить статью затрат? Как настроить статью затрат? Это отдельный вебинар. Это очень трудоем, такая очень емкая тема. В программе 1С ERP очень сложная, я вам скажу так. От настройки статьи затрат зависит многое. И бывает такое, что у бухгалтера, если ведется бухгалтерский учет в программе ERP, то у него не закрываются счета, неправильно распределяются расходы, и это все связано с тем, что неправильно настроены статьи затрат. Поэтому, как настроить статью затрат, я, к сожалению, вам быстро так не расскажу. Когда будет вебинар по настройке статей затрат? Ну, хорошо, я поняла ваш вопрос. Думаю, такой вебинар будет еще многим людям интересен, потому что информации о том, как правильно настраивать статью затрат, ее, конечно, очень мало. Хорошо, я запомнила. Как настроить косвенные расходы на производство? Ну, косвенные расходы на производство – это то же самое, тоже настраиваются с помощью статей затрат. То есть это различные прочие расходы, и они могут быть, это может быть зарплата, и, например, тогда в этом случае вы настраиваете зарплату сотрудников, настраиваете способы принятия к учету зарплаты в разделе «Зарплата». Это может быть затраты и коммерческие какие-то. То есть это тоже настраивается с помощью статей затрат. Основной инструмент для списания и распределения затрат. От них зависит настройка номенклатуры. Настройка номенклатуры от статей затрат не зависит? Нет. Для настройки номенклатуры, если у вас идет бухгалтерский учет в программе ERP, тогда вам важны группы финансового учета. В группах финансового учета вы устанавливаете счета учета. Сейчас я вам покажу. Вы устанавливаете счета учета. То есть на каком счете у вас учитывается эта номенклатура? На счете 10 или на счете 43? Вот группы финансового учета нужны для этого. Группы аналитического учета вы тоже можете в номенклатуре указать. Вот группа настройки финансового учета. Но она аналогична этому функционалу в 1С-бухгалтерии. А группа аналитического учета – это вот, ну, как сказать, это аналитика, которая у вас будет в ваших управленческих отчетах. То есть непосредственно от статей затрат настройки номенклатуры не зависит. Если выполнение работы имеет длительный цикл производства, как это настраивается в программе? Также можете настроить с помощью маршрутных карт и с помощью ресурсных спецификаций. В ресурсной спецификации вы просто указываете длительность производства, длительность каждого этапа. Что это у вас длительное, там, допустим, один этап у вас 3 месяца, другой еще 4. То есть вы все это устанавливаете в ресурсной спецификации. Вы можете также в ресурсной спецификации задать, что у вас является результатом каждого этапа. То есть побочные, промежуточные какие-то варианты, которые у вас… Ну, полупабрикаты, да, если мы говорим об изделиях, то у нас могут быть какие-то полупабрикаты. Могут быть какие-то отходы. Вот. Ну, а, собственно, на вкладке «Производственный процесс ресурсной спецификации» здесь вы задаете, что у вас многоэтапное производство, что у вас срок… создаете каждый этап и задаете в нем срок каждого этапа. А можно одним документом сформировать отчет переработчику или реализацию за период по всем выпускам по заказам на производство на основании заказов «Довальца» в рамках одного договора или по каждому заказу «Довальца» отдельно отчитывается. Да, можно сформировать несколько… на основании нескольких заказов сформировать один отчет. Такие возможности в программе есть, но это вы настраиваете в разделе «МСИИ-администрирование», настраиваете в настойке «МСИИ-разделов». Ну, то есть, когда вы настраиваете «Довальца» и «Схемы» там устанавливаете, и плюс еще продажа там есть у пола. Ну, в общем, в 11 ERP это можно сделать, да, мы просто сегодня «Довальца» и «Схемы» не рассматриваем, к сожалению. Так, вроде бы я на все вопросы. Если есть полупабрикат, полупабрикат, да, вы имеете в виду, то это вложенные спецификации, аналогично встречному выпуску в УПП. А полупабрикат, да, вы можете сделать его вот здесь в промежуточном выходе, добавить номенклатуру, через номенклатуру, да, выбрать какой-то полупабрикат, который у вас производится. И вы выбираете также этап, в котором этот полупабрикат у вас производится. Итак, по окончанию этого этапа у вас будет произведен полупабрикат. И вот, кстати, был вопрос, нужно ли формировать по окончанию этапа выпуск продукции, да, перемещение продукции на склад. Вот если у вас есть полупабрикаты, то тогда точно вам нужно, чтобы у вас эти полупабрикаты появились на складе. Так, ну, есть ли еще вопросы? Если это полупабрикат для услуги, ну, будет то же самое, только у вас будет полупабрикат работа. Ну, соответственно, вы имеете в виду услуга, это номенклатура с видом номенклатуры работа. У вас такой же будет полупабрикат с видом, вы можете также с видом работы его настроить. Да. Да, для того, чтобы взять его в дальнейшую работу, будет целесообразнее, если у вас такой выпуск работы будет. Ну, либо его полупабрикатом задать им посредством. Просто от того, что это полупабрикат, у вас будет зависеть еще от проводки бухгалтерского учета. Так, есть ли еще вопросы? Да, коллеги, если вопросов больше нет, тогда на сегодня все. Да, спасибо большое за то, что присутствовали. Надеюсь, вам было полезно. Супер, я очень рада, что вам было полезно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!